всем привет сегодня займемся подключением свок файла на минте у меня это сделано на цена аммония вот покажу на x-face принципе то везде одни значит открываем мой файлик команды видео и чтобы долго там не ползать вот здесь набираем свок попадаем вот сюда и вот здесь вот у меня тут по-английски написано how to enable linux воппорт тишин то есть как подключить ее вот все оказывается довольно просто значит не пугайтесь что тут написано по-английски вам нужно будет скопировать всего лишь одну строчку самое главное нужно узнать на каком у вас разделе создана свок для этого значит идете вот в джепартит вводите там свой пароль и откинет вам список вот я сразу вижу что меня значит своп раздел файл подкачки расположен на sd опять это вот образец а здесь вот как нужно будет записать а теперь куда это записать и что сделать вот файлик в корневом каталоге не папка а файлик значит сейчас мы у него пойдем но пойдем мы на на него программа и крузейдер потому что у нее как помните есть прекрасная функция работать от имени супер пользователя то есть полностью имеет право как говорится доступа к телу ну и теперь посмотрим вот и это сей и ищем файлик fstab не папочку повторяю еще раз а файлик вот она нажимаем f4 правка и значит в этом файлике значит что мы делаем вот копируем вот эту вот запись копии берем вот сюда ее и самым наглым образом как говорится вставляем нажимаем на сохранить выходим больше нам крузейдер похоже не понадобится значит тут вот вот еще есть одна рекомендация значит какая чтобы запустить ее используйте вот эту вот команду ну посмотрим вот пока у нас видно что жесткий диск файл подкачки не использован заводим командочку вставляем вводим именно пользователя не может найти девайс пишет ничего страшного просто-напросто берем сейчас и перезагружаемся и надо же файл подкачки вот появилась 0 процентов использована из 4 гигабайт есть еще один способ проверки на подключен он или нет идем вот сюда ах это же не цинамоновский так ну ладно что у нас тут есть так вот значит указана память что занимает 16 процентов от памяти вот подкачечка пожалуйста значит подключена подключена все нормально значит вот таким вот образом значит производится подключение файла подкачки практически на любом значит линуксе семейства ubuntu mint или light то есть практически значит несложно единственное допустим для себя вот можете такую вот козу еще сделать идете в режим редактирования файли к конке и вот здесь значит вот написано файл подкачки столько-то процентов использована из вот здесь можете взять переключиться в режим русского языка и написать использована из сохранить все это дело и вот будет ясно и понятно 0 процентов использована из четырех гигабайт выделенных для файла подкачки значит вот такая вот штучка значит теперь значит можно ее закрыть тут все это дело мы тоже значит закрываем ну и теперь пишется что вот у нас по интернету ничего не видно зайдем какие у нас есть сетевые соединения заходим сюда и заводим вот такую команду и в конфиг нажимаем enter и получаем список сетевых соединений вот я пойду наверх значит эти h0 это кабельные соединения а в lan это значит беспроводного 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 wi-fi у меня в lan у меня кабеля вообще как говорится нет только беспроводное соединение что я делаю я захожу в редактор конки и и начинаю просматривать где там у меня берется из интернета и отдается вот у меня написано h h 0 а мне надо написать в lan 0 вот я сюда беру в lan 0 вставляю и вставляю сюда в lan 0 нажимаю значит на сохранить и закрываю конки теперь вот уже пишется что отдается и берется но уже указываются конкретные циферки ну и сейчас мы эти циферки возьмем значит и проверим таким вот образом допустим подключимся к интернету вот сразу появляется что конки зацепила и указано значит на то что практически у нас все оно как говорится подключено и работает нормально то есть вот две такие как говорится маленькие полезняшки по настройке значит думаю что вам пригодятся запомните вот то что я написал это относится к беспроводной сети к vfi а если у вас кабельное соединение там подставляйте значение ath там 0 или 1 там меняйте их как говорится по своему усмотрению но теперь в данном случае как говорится вот оно все нормально все работает данные по файлу подкачки отображается и по скорости значит с интернетом тоже так что вот я думаю вам это полезняшечка как говорится пригодится при этом настройке при так называемом допиливании системы под серами ускоряющей загрузки компьютера вот я засек у меня значит загрузка linux mint cinemon с момента нажатия на клаву и появление конки и сообщение русским голосом заняла одну минуту и 9 секунд вот эта командочка я ее скопирую вставлю терминал и нажму enter просит пароль да ради бога все программа установилась ну а теперь у нас самый лучший метод проверки какой просто напросто проверить сейчас я перезагружусь и опять по секундомеру отмечу на какое время загрузки сейчас у меня загрузка заняла примерно ту же минуту там и 9 секунд но я никогда в принципе и не гнался за ускорением загрузки для меня как-то это не актуально ну вот произошли интересные вещи посмотрите у меня пишет файл подкачки используется 0% из 5.89 гигабайт то есть вот он сам определил оптимальный размер хотя официально вот у меня стоит 4 гигабайта то есть очевидно программка своп значит она там сама нашла свои пути по которым значит определила из моей конфигурации что ей лучше всего в принципе ну попозже я могу это сделать изменить размеры допустим подкачки там до 6 гигабайт и этого думаю будет достаточно не знаю произошло это только у меня или значит еще у кого-то можете сообщить дальше из-за чего значит собственно говоря значит тут все это дело значит было а вот посмотрите какие порой бывают удивительные вещи у меня был диалог с пользователем Олегом Демешко и он меня значит спросил что у него стоит семерка на винде которая грузится секунд 20 где бы поковырять чтобы грузился линт мент быстрее ну я ему отправил по информации сюда скорее всего значит он попал попал вот за рам конфиг там вот куда-то сюда ну я в черешенке значит источники указал и вот всего лишь то одна команда так вот у него посмотрите что получается если у меня значит на стандартном компьютере на стандартном жестком диске время загрузки существенно не изменилось то вот у него то результат 11 секунд почему потому что переустановил значит сборку на диск SSD и поставил там значит за рам конфиг и вот у него результат 11 секунд очень скажем так быстрое и приличное время для загрузки молодец Олег желаю сказать дальнейших успехов значит ну а для пользователей это вот будет скажем так еще один значит подсказчик для того как увеличить время загрузки компьютера если кто-то этим так обеспечен обеспокоен ну собственно говоря меня там одна-две минуты они никогда роли там не играли но тем не менее для тех кто любит быструю загрузку значит существует вот такие вот решения переход на твердотельный диск и установка программы ZRAM и значит команда это вот еще раз показываю выглядит вот так вишенки вот название только запомните и все так так что вот еще одна такая маленькая полезняшка на сегодня благодаря значит Олегу Демешко выражая ему сказать свою благодарность за то что как говорится человек не просто установил сборку а настроил ее под себя и как говорится не боится экспериментировать вот и все так что вот не не бойтесь как говорится как он пишет допиливать сборку под себя сборка это костяк а там вы сможете что нужно добавить что не нужно выкинуть подсоединить там своп сетевые подключения допустим сделать много что чего можете так что вот я вам рекомендую значит посмотреть этот сбор и проверить как у вас оно будет работать и пожалуйста подпишитесь